Для меня большая честь и безграничное наслаждение быть со всеми вами сегодня. Особая благодарность. Перечисляются имена. Я был здесь год назад, и я встречался с некоторыми директорами, когда я говорил с Валисией, что-то прекрасное произошло, они все говорили об одном и том же. Они здесь уже 20, 30, 40 лет. Их родители всю свою профессиональную жизнь проработали здесь, и даже во многих случаях дедушки и бабушки — это нечто большее, чем просто экономическая компания. Это как семья. И у меня тоже есть некоторая связь с вашей семьей Форда. Я позволю себе объяснить. В 1958 году мой отец и его дед вложили капитал. Они вложили все, что у них было, чтобы создать самую крупную автоделерскую фирму в Чикаго. В модель Этселл. Вы помните Этселл? А сегодня мой отец заявляет, что эта модель опережала время. Возможно, это была одна из ступеней, которая привела меня к отрешенному образу жизни и к с вами. Сегодняшняя тема — высвобождение своего внутреннего потенциала. Первый шаг — это признание своего потенциала. Здесь Генри Форд увидел этот потенциал, который едва ли кто-то смог разглядеть тогда, когда машины были доступны только людям со скаточным богатством. Он увидел потенциал, что обычные американцы могут иметь свою машину. Он увидел потенциал, как это осуществить через производство, через сборочную линию. И, делая это, он на самом деле изменил мир, как мы знаем даже сегодня. И это наследие практически сто лет спустя по-прежнему актуально. Один из моих самых лучших друзей, его зовут Шьяма Сундар, он является шахтером-разведчиком. И Animal Planet выпустил сериал под названием «Потерянные охотники за сокровищами». Серия сосредоточилась на его жизни как шахтера. Он был по всему миру, он искал драгоценные камни и металлы. Несколько лет назад я был с ним, мы ехали в дом одного друга в Рокки Маунтэн в Канаде. Он вел машину, я просто смотрел, любовался прекрасным ландшафтом, пейзажем. И он показал на определенную гору и сказал «Здесь в этой горе есть золото, там сапфиры в этой горе». «Откуда ты знаешь?» Я спросил, он сказал «Разве ты не видишь цвет земли здесь? Разве ты не видишь формацию, как деревья здесь растут?» Я был с ним в Индии однажды. Он посмотрел на реку и сказал «Здесь алмазы в этой реке». И он на самом деле смог найти их. То, что непостижимо и даже выше нашей способности вообразить, тот, у кого есть видение, он может видеть этот потенциал. С духовной точки зрения, как и в любом другом аспекте жизни, люди, у которых есть видение, которые способны увидеть потенциал, они дают нам способности осознать этот потенциал. В Библии Иисус шел вдоль Галилейского моря, и он сказал Петру, святому Петру тогда он был просто Петр, он был рыбаком, и он не смог поймать рыбы. Иисус сказал Петру, «Петру, я сделаю тебя рыбаком среди людей». И тот стал святым. Мой духовный учитель Шила Прабхупада приехал из Вриндавана, святого места Индии. У него было 40 рупий, и он сел на грузовое судно, проплыл 48 дней, ему было 70 лет. И он видел потенциал через несколько месяцев. Он был на Хейт-Эшбери. Это было в 1966-67 годах. В путешествии домой в этой книге я пишу о своем путешествии по миру в поисках смысла жизни. В 1970-м году я жил какое-то время в Амстердаме, и я был частью контркультуры, ну, того, что называется хиппи. У меня были длинные волосы. И тогда, если ты был хиппи из Америки, тебя очень ценили в Европе. И люди говорили мне, однажды я отправлюсь в паломничество на Хейт-Эшбери. Это Мекка, Иерусалим контркультуры. Когда Шила Парупада, он... Его путешествие было духовным. Когда он был на Хейт-Эшбери, увидел, как люди живут, какие были у них ценности, но он увидел потенциал в них, потенциал измениться. И он высвободил этот потенциал. Однажды один журналист спросил его. Он ученый из святого места Индии. Его спросили, можете рассказать мне, кто такой хиппи? И он сказал, вы знаете лучше меня. Это что-то экстраординарное. И его спросили, почему вы приехали в нашу страну? Он сказал, я приехал, чтобы превратить хиппи в хэппи. Он увидел этот потенциал в нас. На каждом уровне. Когда мы понимаем, каков наш истинный потенциал, тогда мы действительно... тогда мы учимся, как разбудить, как вскрыть этот потенциал. Недавно я говорил с директором одной большой корпорации. И я произнес одну фразу, которая очень простая. Я сказал, можно сказать, насколько вы богаты, поняв, сколько у вас вещей, которые не купить на деньги. И этот директор, когда я сказал это, он преисполнил свой энтузиазм. Он сказал, это так верно. Он сказал, на деньги нельзя купить любовь, счастье, мир, отношения в семье, все те вещи, которые действительно важны в жизни, и на деньги это все не купишь. И он мультимиллиардер. Он прилетел на это собрание на своем частном самолете. А у меня даже банковского счета нет с 1969 года. И я на самом деле... Автостопом практически доехал до туда. Мне пришлось нанимать машину. И я спросил его тогда, почему вы так тяжело трудитесь ради денег? И мне очень понравился его ответ. Он очень был честным и ясным. Я скажу. Он сказал, на самые ценные в жизни не купить на деньги, но хорошо иметь те вещи, которые вы можете купить. Говорится, что духовно, или так скажем, человеческое, развитое общество. Это общество, где люди любят людей и используют вещи. Но, к сожалению, в этом мире очень часто люди любят вещи и используют людей, чтобы обрести эти вещи и сохранить их. Приобретение вещей может дать какое-то наслаждение уму и физическим нашим чувствам, но оно не коснется сердца. «Ананда Майо Бьясат». Все ищут наслаждение, но самое глубокое наслаждение, которое ищет каждый, это наслаждение сердца. Только любовь может дать наслаждение сердцу, когда вы выражаете любовь и когда вас любят. Именно этот опыт является нашим внутренним потенциалом. И чтобы достичь этой любви, которая внутри каждого из нас, и быть инструментом этой любви во всем, что мы делаем. Однажды я был в Мумбаи, я говорил перед группой около 500 студентов-бухгалтеров. После моей лекции я спросил, есть ли вопросы, а один студент встал. И когда он встал, все остальные студенты в аудитории они сделали вот так. Я понял, этот человек очень влиятельен. И он начал кричать на меня. Он сказал, «Вы обманщик. Вы лжец. Я отвергаю все, что вы сказали». После того, как он это сказал, он сказал, «А что, если все в мире станут такими с вами, как вы?» «Кто будет выращивать пищу?» «Кто будет заниматься банковским делом и бизнесом?» «Кто будет управлять странами?» «Поэтому я отвергаю вас». И все встали и зааплодировали в знак одобрения. Я стоял вот так на подиуме, ждал, когда эти рукоплескания стихнут. И я произнес небольшую короткую молитву. Что я еще должен сказать? Я ответил, «Сэр, а что, если все в мире станут бухгалтером, как вы?» «Кто будет выращивать пищу?» «Кто будет заниматься бизнесом, банковским делом, управлять странами?» «На самом деле, если все станут бухгалтерами, будет стопроцентная безработица в этом мире, потому что никому не нужен будет бухгалтер». Разные профессии, разные ответственности, которые мы принимаем на себя, на нашей работе, в социуме, это как члены и органы тела. Печень не может выполнять функцию легких, легкие не могут выполнять функцию мозга и так далее. Но это не означает, что они все ссорятся и сражаются друг с другом за то, кто лучше. Здоровое тело – это то тело, где каждая часть тела ценит и признает вклад всех остальных частей. и точно так же здоровое социальное тело, какой бы мы ни были рас или религии, или социального происхождения, или профессии, мы учимся, как уважать и ценить потенциал других. миру нужны бухгалтера и банкиры и фермеры, и нужны также такие маленькие с вами, как я. Я не хочу показаться нескромным, но все в зале стали и начали рукоплескать мне. Но это именно так. нас мотивирует жадность, гордыня, но нас также может мотивировать внутренняя любовь, которая внутри нас и сострадание. И некоторые люди думают, что такого рода духовное положение сделало человека менее продуктивным в мире. Но это не должно быть так. Матери – это одни из самых тяжело работающих людей в обществе. Она работает 24 часа в сутки. Она каждый день рядом со своим ребенком исполняет свои обязанности, потому что есть любовь, потому что она заботится. Когда мы найдем любовь в своих сердцах, она выражается как уважение и сострадание к потенциалу, к святости самой жизни. Согласно Бхагавадгете, и это универсальный принцип, живая сила внутри нас – это наше истинное Я. Например, когда кто-то ведет машину, особенно Форд, мы можем делать столько удивительного с этой машиной. В машине нужно масло, в машине нужен бензин, какие-то настройки. Мы должны заботиться о машине должным образом, но водитель, у водителя есть свои нужды. Нам нужна пища, мы не можем пить бензин или масло. Мы видим своими глазами, как мы видим через ветровое стекло. Мы движемся на своих ногах, как едем на колесах. Мы не машина, мы в машине, и точно так же мы не тела и не умы. Мы внутри тела, машины тела. И возникает базовый вопрос, о котором рассуждают мыслители с самого начала истории. Кто я? Как, например, когда вы были маленьким младенцем, ваше тело было совсем другим. Если вам покажут младенца на фотографии, никто не узнает вас в этом младенце. И точно так же наш ум полностью меняется. Когда мы младенцы, мы плачем про себя молоко матери. Сейчас мы плачем о стольких других вещах. Но это та же личность. Это я. И так как атма, эта живая сила, перемещается через разные стадии этого физического тела, оттма души вечно. Она запредельна страданиям, рождению и смерти. Но это лишь детали. Подлинная слава души – это ее способность любить бескорыстно, быть инструментом сострадания бескорыстно во всем, что мы делаем. Ведем ли мы форд люкс-комплектации или эконом-комплектации. Истинный вопрос – что мы будем делать с машиной? Мы можем ограбить банки при помощи этой машины, или мы можем довезти умирающего человека до больницы и спасти ему жизнь. Или мы можем замечательные вещи делать для своей семьи, для друзей, для мира. Когда мы понимаем наш истинный внутренний потенциал, и когда мы связываемся с этим потенциалом, мы используем эти удивительные дары нашего тела, нашего ума, наших возможностей влияния разума ради цели, которые действительно приносят истинное удовлетворение нашим сердцам. И что это? Это сострадание. В этом мире большая необходимость в этом. Есть такое высказывание, что в каждом сердце живет хорошая собака и плохая собака. Хорошая собака олицетворяет или символизирует наши божественные качества. Любовь, сострадание, смирение, прощение, щедрость. И плохая собака символизирует другие качества. Заносчивость, жадность, ненависть, зависть, мстительность. Хорошая собака символизирует мир, покой. И хотя человек может быть очень активным во всем том, что он делает и говорит, он делает это с достоинством, с честью. Но плохой собаке нет дела до чести и достоинства. Ей нужно просто получить то, что она хочет. Иногда эта плохая собака, ее вой вибрирует в нашем сознании. У многих из вас есть этот опыт. Она лает, чтобы удовлетворить свою эгостическую страсть. Хорошая собака, она просит внимания. И в этой битве между божественным и эксплуататорской природой, которая у нас есть, кто победит? Та собака, которую мы будем кормить. Она как раз одолеет другую. При помощи нашего выбора, который мы делаем каждое мгновение, мы кормим либо ту собаку, либо другую собаку. Либо хорошую, либо плохую. Даем ей силу. Истинная духовность, истинная человечность — это искусство трансформации. Микеланджело однажды его спросили, «Как вы можете из такого грубого куска камня сделать такое произведение, прекрасное произведение искусства?» И он сказал, «Когда я смотрю на камень, я вижу произведение искусства. Я просто убираю, откалываю то, что лишнее, то, что отделяет этот камень от произведения искусства». Когда мы понимаем, кто мы на самом деле такие, каков наш истинный потенциал и что есть истинное счастье, мы выбираем, мы делаем эти выборы, которые позволяют нам высвободить эти качества в нас. Религия происходит от латинского слова «религио», что значит восстановление связи с нашей истинной сутью. Йога значит то же самое — восстановление, воссоединение с нашей истинной сутью, с силой запредельной нашей. В Индии я часто разговариваю на встречах анонимных алкоголиков. Это принцип, это фундамент, который трансформирует миллионы людей с этими проблемами зависимости, что есть высшая сила внутри нас, которая преодолевает все эти тенденции, которые причиняют нам столько беспокойств, нам и людям вокруг нас. Вот эта любовь внутри нас — это божественность. это средство, способ, при помощи которого мы можем по-настоящему высвободить наш истинный потенциал. Медитация, молитва, духовные ритуалы. В моей традиции мы повторяем эти мантры. «Ман» — значит «ум», «тра» — освобождать ум от всего того, что отдаляет нас от осознания нашей истинной природы. повторяя имена Бога, священные мантры, делая выбор в нашей жизни каждый раз, который благоприятствует нашей истинной цели. мы можем таким образом высвобождать наш истинный потенциал. Мы можем стать инструментами к изменениям, которые запредельны нашему воображению на каждом уровне, где мы сидим сегодня. Один человек вызвал изменения в этом мире, невообразимые никем. И нынешний мир по-настоящему нуждается в духовных ценностях. Столько конфликтов в Израиле, в Украине, в Кашмире, в Африке. на основе национализма и расизма или религии. Эмерсон, Ральф Уолда Эмерсон сказал, причина, почему мир превратился в такой бардак, в том, что люди потеряли связь с самими собой. Экология, окружающая среда настолько загрязнена, потому что человеческие сердца загрязнены. И чтобы очистить сердце от этого загрязнения, вернуть себя к нашему естественному состоянию, мы можем подняться над всеми внутренними конфликтами и внешними конфликтами. Я хотел бы закончить, процитировав один прекрасный стих. Когда я услышал его, мне было 19 или 20 лет, и я думал, это то, что надо. Это то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Это фундамент, на котором я могу построить любой другой аспект своей жизни. Этот стих. Что есть мудрость? Что есть истинное знание? Это не вопрос количества данных, которые мы можем загрузить в свой мозг. Истинное знание – это способность видеть каждое живое существо равными глазами. Будь то мужчина или женщина, черный или мужчина, красный или желтый или коричневый. Индус – человек или мусульманин, или христианин, или иудея, или сик, или зараостреец. Атеист – он или агностик. Гита говорит, человек – он или собака, или кошка, или корова, или слон. Богатый или бедный. С востока или с запада. Жизнь священна. Мы не можем по-настоящему понять за пределами теоретического уровня, насколько жизнь священна. Пока мы не осознаем, что наша собственная жизнь священна. Когда мы признаем это, мы можем увидеть святость во всей жизни. Мы сможем увидеть истинное братство в творении. Мы можем увидеть окружающую среду и дары Матери Природы как нечто священное. Мы будем почитать их и уважать их. Это мудрость, которая так жаждет мир без этой мудрости. Какое бы решение мы не принимали, оно останется скорее поверхностным и теоретическим. Истинные решения основываются на глубокой заботе и любви, на единстве жизни, братстве жизни, в сострадании. В этом наш внутренний потенциал. Если мы уделяем время нашей духовной практике, общаясь с людьми, которые вдохновляют наше высшее сознание, и делая выбор нашей повседневной жизни, который питает божественную природу внутри нас, вот так мы можем осознать этот потенциал и высвободить его во всем, что мы делаем. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотел бы попросить Мелисе и Ананда сказать несколько слов. Свами, спасибо вам огромное за вашу глубокую мудрость, за то, что вы поделились столькими удивительными уроками и от ассоциаций всех наших работников. Мы приглашаем вас и надеемся, что вы будете в дальнейшем проводить с нами время с нашей семьей Форда. Спасибо вам большое. От лица нашей организации это очень вдохновляет. Также я хотел бы поблагодарить организатора за то, что он уделил много своего личного времени и приложу усилия. Это новый мустанг. На самом деле это для его отца. Здесь говорится, мистер Джеймс Славин. Пожалуйста, подарите ему это. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас можно задать вопросы. У нас 15 минут на вопросы. У нас есть также три микрофона сзади. Поднимайте руки. Мой отец почувствует, что весь его тяжелый опыт с ассоциацией стоит этого подарка. Очень мило. АПЛОДИСМЕНТЫ А что ваш отец сказал? Когда вы захотели стать монахом, что? Когда вы сказали ему, что вы хотите стать монахом и не продолжать его дело Форда, что он вам сказал? Я должен вернуться немного назад в историю, чтобы ответить на этот вопрос. В 1958 году, это когда вышел Этсел, модель Форда, мой отец вложил все, что у него было. По-моему, это дело двигалось два года, но потом остановилось. Не так много людей покупали эту модель, и мой отец стал полным банкротом. Мне было 7 лет, когда он начал. Я наблюдал. И я научился чему-то очень особенному, потому что ему приходилось так тяжело трудиться практически денно и ночно. Он пытался как-то вернуть свою семью в безопасную ситуацию. Потому что были налоги, сборщики. Они хотели отнять у нас наш маленький дом. И каждое утро он шел в душ, прежде чем отправиться на работу. У нас была одна душевая, рядом со спальней, где мы с братом жили. И я каждое утро слышу, как он поет одну и ту же песню. Вы знаете, Эл Джолсона? Это был в эру моего отца. Когда он вступает в апрель, он приносит цветы, которые расцветают в мае. Это была его вера, что эти тяжелые испытания на самом деле будут обратиться к благословениям. Что-то удивительное выйдет из этого. И поскольку у него была эта вера, поскольку он видел потенциал этого шторма, когда шторм наступает, все, что вы делаете, это пытаетесь защититься. Но когда вы видите потенциал, вы понимаете, что шторм приносит воду, наполняет водоемы водой. А эта вода потом разливается по полям, питая овощи, цветы, фрукты. Это не то, что мы видим сразу, но это потенциал. И даже когда испытания и неудачи приходят в нашу жизнь, мы должны видеть потенциал в этом. Как мы можем пережить этот опыт? И если мы видим потенциал и действуем сообразно этому, то мы будем расти в своей мудрости, в своем опыте. Один из дорогих друзей Генри Форда был Томас Эдисон. И я читал, что он пытался сделать батарейку какую-то. И он где-то 700 раз пытался, и ему не удавалось. И кто-то спросил его, ты опустил руки? Нет. Он сказал, я вдохновлен. Он 700 раз не сработал. Но я близок к тому, что оно заработает. Вы можете видеть стакан полупустым или полуполным. Это вопрос восприятия. Мы можем быть в депрессии. Или мы можем быть вдохновлены тем же опытом. Это лишь вопрос того, какой потенциал мы видим. Так что этот опыт происходил вокруг меня, в моей семье. И в середине 60-х я присоединился к контркультуре, потому что была война во Вьетнаме. Меня очень привлекало движение за гражданские права. Потому что мой отец так тяжело работал, когда мне было 15 лет. Я устроился на работу после школы. Я шел на работу и в летние каникулы. И все, кроме моего друга Герри, все, кто работал со мной, были афроамериканцами из Гетто, Чикаго. И это было 60-е годы. Если вы родились тогда в Гетто, то практически 100% вы умрете в Гетто, потому что конституционально была свобода для всех, но социально так не было. Они просто изнывали от дискриминации. И они все были алкоголиками, пытаясь бороться с жизнью. Я любил их. Они все были для меня как отцы. И они любили меня. И когда я пошел в школу и клялся на флаге «Свобода и справедливость для всех», для меня это было противоречием. Я присоединился к этому движению за гражданские права. Мои друзья, старшие братья, они их отправляли во Вьетнам. Некоторых из них убили. Некоторые приезжали, увеченные с войны или наркоманами. Для меня это не имело смысла. То есть многое происходило в жизни. Я присоединился к контркультуре. Но через некоторое время я увидел те же проблемы, против которых мы сражались и бастовали. Они же были у нас, просто в другом обличии. Я осознал, я слышал слова Ганди. «Будь тем изменением, которое ты хочешь видеть в мире». Мартин Лутер Кинг сказал, что если у вас нет идеала, за который вы готовы умереть, то вам, в сущности, нет повода жить. Я хотел найти это изменение. Я хотел найти этот идеал. Я читал, я молился, медитировал, я искал. И в конце концов, я между семестрами в колледже, мой друг Герри позвал меня. Я пошел к нему. Он сказал, я отправляюсь летом в Европу. Ты тоже должен отправиться. Я сказал, у меня нет денег. Он сказал, у меня тоже нет. Но мой друг хочет, чтобы мы были с ним, и он заплатит за нас. Я сказал родителям, я вернусь в конце лета, чтобы продолжать колледж. Учебу в колледже. Сначала мы прибыли в Исландию, затем в Люксембург. Наш друг, нашего друга Фрэнка ограбили. И он вернулся в тот же день. И Герри, мы с Герри, мы оказались в Европе ни с чем. Мы не знали никого, но мы были так счастливы. Мы чувствовались свободными. Мы были так далеко от всех ограничений, которые были там, в Америке. И в конце концов, во мне рос опыт, что это изменение, которого я искал, нуждается в духовной трансформации. Я ходил в синагоги, в церкви, в монастыри, в соборы, и я почувствовал призыв отправиться в Индию. Я прошел через исламские страны Ближнего Востока, изучал Ислам. Когда я достиг Индии, я изучал разные ответвления индуизма и буддизма. И в конце концов, я стал саду или монахом. В ответ на ваш вопрос, я никогда не говорил своим родителям, что я стану монахом. Я вернулся домой, я уже был им, и они не знали, что думать. Для них это было испытание, потому что я был совсем другим. Я был таким хардкоровым аскетом, как с вами. Они были американцами среднего класса. Но произошло что-то прекрасное. Я расскажу небольшую историю, потому что я рад ее рассказать. Я написал им, что я вегетарианец. Они даже не знали, что такое вегетарианство. Когда я вернулся домой, я приехал в дом своих родителей. Я увидел у своей матери целую библиотеку вегетарианских поваренных книг, потому что она хотела приготовить пищу, которая бы порадовала меня. У нее была такая бескорыстная любовь ко мне. Она принимала меня таким, какой я был. Я подумал, что я должен принимать их такими, какие они есть, хотя мы были очень разные. И любовь, и эти тесные отношения с тех пор только росли и росли за десятилетия. Хотя мы настолько отличаемся друг от друга. И сначала они были совершенно сбиты с толку, когда я приехал как с вами. Сейчас они счастливы и горды. Особенно, когда я принесу моему отцу этот подарок с его именем на нем. От компании Ford. Расскажите о вашей благотворительной деятельности в Индии, как вы начали и что вы делаете сегодня. Когда я впервые вернулся в Индию, это было где-то в 1986 году, чтобы уже жить там. Я давал лекции в разных колледжах, университетах. И так или иначе, все эти врачи, они очень вдохновились. И постепенно они закончили университеты. Затем они аспирантуры многие закончили. Постепенно они женились. Многие из них стали врачами разных профилей, хирургами и так далее. Некоторые из них аюридические врачи, гомеопаты, акупунктура. У них у всех были свои практики. И мне пришла в голову мысль, почему будем не открыть больницу, где все бы работали вместе. И люди вдохновились. Одна прекрасная семья, Мафатлау, они очень помогли в этом, чтобы собрать средства и построить клинику. И это уникально в этом смысле больница. Там все направления медицины действуют сообща, в гармонии. Потому что медицина, она может превратиться в подобие религии, что наш путь – это единственный путь. Некоторые люди, не все, говорят, аюрведия, гомеопатия – это все видовство. Да вы только обманываете мир, они говорят. А те, кто практикуют натуропатию, некоторые врачи, они говорят, аллопатия – это просто ядовитые, вызывающие рак, лекарства они вам дают. Это разрушает мир. Но что мы обнаружили? Что все эти направления медицины лечат людей. И у каждого есть свой способ, уникальный способ. Я приведу пример. Один из моих очень дорогих друзей, он был атлетом в молодости. И он пробил себе легкое. Через двадцать лет он сказал мне, что последние восемь лет у него боли в груди. И он перебрал где-то двадцать специалистов в Америке, в Европе и Австралии. И они продолжили давать ему разные лекарства от этого. И он сказал – ничто не сработало. Я продолжал испытывать боли. И он сказал – да ничего не работает. Могу ли я приехать в вашу больницу и там получить аэровидическое лечение? Я сказал – конечно же. И он приехал. Я юридический врач проверил его пульс и сказал – это не ваши легкие, это ваше сердце. Тот сказал – невозможно. Все специалисты, они лечили мои легкие. Он сказал – нет. Они сделали ему снимок исследования и увидели, что его артерии сердечные полностью блокированы. Господин Батачарья – один из самых известных хирургов в Индии. И он приехал туда, и когда он посмотрел на тесты, он сказал – у вас 10 лет уже были сердечные приступы. Я должен завтра вам операцию сделать. Итак, мы видим тандем аюрведы и аллопатии, который спас жизнь человека. Сейчас он ездит по всему миру, давая лекции. Он – вдохновляющий оратор. Итак, в больнице мы занимаемся разной благотворительной деятельностью. Мы ездим по деревням. Работники делают тысячи операций от катаракты каждый год, потому что это естественная причина слепоты среди людей. Они не могут себе позволить операцию. Однажды я давал лекцию, и после него я ехал уже назад в наш Ашрам. И на пути назад я увидел очень жестокое столкновение между представителями двух разных религий. И люди просто убивали друг друга, сжигали дома, магазины. И я видел маленьких детей мертвых. Я ехал назад и видел все это. Это было ужасно. И мы начали программу в школах преподавания ценностей, чтобы учить людей, что те же ценности, которые у них есть в доме, как увидеть эти ценности в других традициях, в других религиях. Потому что иногда дети, они учатся ненавидеть еще до того, как научились рассуждать. И это стало очень популярным. Вот эти универсальные принципы, которые нас объединяют, те же ценности. И нас пригласили на одну церемонию награждения, и министр образования подошел к нам и сказал, «Если вы действительно хотите помочь детям, кормите их». Главная причина неграмотности в Индии – это голод. Дети скорее пойдут попрошайничать. Это означает, что они становятся под контроль какой-то мафии, которая разделяет там каждую часть города. И родители скорее заставят их это делать, потому что они хотя бы что-то домой приносят. Вместо того, чтобы просто сидеть, они не в состоянии даже сосредоточиться на уроках, потому что они хотят есть. И мы начали, у нас диетолога в больнице, он составил сбалансированную диету для этих детей из бедных районов. И мы начали с нескольких сот, и детям так это понравилось. И случаи, когда дети переставали ходить в школу в средних классах или в начальной школе, они резко сократились, потому что хорошая пища. Дети просто приходят в школу, чтобы получить еду. И тем временем они еще получают образование. И когда они вырастают, они становятся продуктивными членами общества. И у них есть достоинство. И сегодня, каждый день, наш маленький Ашум кормит 320 тысяч детей. Вот этой сытной, сытым обедом. Правительство хочет, чтобы мы раздавали более миллиона порций только в одном Бомбее. И мы развиваемся. К концу этого года, возможно, мы уже будем кормить более 400 тысяч детей каждый день. И люди очень вдохновлены этим. И люди, которые помогают, они испытывают такое глубокое удовлетворение. Люди в корпорациях, имеющие бизнес, они рука об руку с монахами делают что-то, что действительно улучшает жизнь людей. И это прекрасно. У нас также есть сиротский дом, есть эко-деревня, потому что есть серьезные проблемы. Я не помню точную статистику, но миллионы и миллионы людей в Индии умирают из-за болезней, вызванной плохим качеством воды. Не говоря уже о страданиях, которые это вызывает. Мы развили удивительные системы сбора воды. Дождь идет, и вода собирается, потому что засуха – это одна из главных причин бедности. Если вода есть, это лишь вопрос науки, как ее сохранить и использовать. Есть что-то, что нас всех объединяет, независимо от религии, национальности, расы, социально-экономического положения. Каждому приходится ходить в туалет. Ведь так? Более-менее это одинаково для всех. Что мы с этим делаем? Это серьезная проблема в некоторых местах. Реки, колодцы, они заполняются этими источными водами. И мы развили естественную, органическую, дружественную к экологии систему обработки источных вод. Вода стекает под силой гравитации вниз. В эко-деревне мы, на самом деле, это все проработали. При помощи солнечной энергии вода накачивается на высокий уровень, и затем эти источные воды под силой гравитации проходят разные стадии, стекают вниз. Она стекает на землю, затем попадает в корни через определенные травы, камни, через множество уровней, слоев, и на выходе получается кристально чистая вода. Ее можно использовать. Замечательная вода для полива растений. Мы используем ее для разных целей. Эстетические соображения мы ее не пьем. И в этом месте эти источные воды очищаются. Это как рай. У нас сотни и сотни деревьев папайя там. Обычно папайя вот такого размера. Но если вы подниметесь туда, где вот это обрабатывается из источной воды, при помощи корней и растений, папайи вот такие огромные. В три раза больше. И некоторые студенты йоги из Нью-Йорка, они приехали туда, они никогда не увидели размер папайев. Одна девушка сказала, мы должны называть их «какайей». Но это не мои слова, это ее слова. Идея в том, что когда у нас есть сострадание, мы будем все сотрудничать вместе. Есть монахи, есть промышленники, миллионеры, миллиардеры, рабочий класс, профессора и фермеры. Все работают сообща для общей цели. Потому что есть ценности. И мы видим потенциал в себе. Мы видим потенциал среди нас, среди друг друга, чтобы нести серьезный вклад к лучшему. И это есть у всех у нас. Спасибо большое. Все, кто здесь любит ваша сомоса Чтобы также мы можем forecastle це. Мы заплатили detto, что из них на вот этих двух 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 тысячелетний. Чтобы из них это было безвomy школами. Очень много. А в данной минуте ediyorum, что узнал если вы нет у вас в документацию? Спасибо. Потому что под खвократную внимание на remote, кинуси правой